Некоторые садоводы еще только планируют заложить перед своим домом красивую зеленую лужайку. Тем же садоводам, кто уже имеет газоны, важно знать, что поздней осенью газону необходимо уделить особое внимание. Правильно ухаживая за ним в это время года, мы закладываем основу для его нормального развития в следующем сезоне. Ведь несмотря на то, что садовый сезон, казалось бы, почти подошел к концу и многие работы следует уже понемногу завершать, именно сейчас у садовода есть возможность обеспечить себя и свой сад красотой на будущий год. В работах, которые следует провести в это время года по уходу за газоном, нет ничего сложного, однако выполнять их необходимо, чтобы ваш газон порадовал вас следующим летом изумрудным цветом и ровным травяным покровом. Для этого нам потребуются веерные грабли, вилы и газонокосилка. Перед наступлением заморозков важно в последний раз за сезон постричь вашу лужайку. Обычно для этого выбирают подходящий погожий денек в октябре. Таким образом, весной ваш газон скорее возобновится после зимы. Очень важно тщательно прочесать газон. Удобнее всего это сделать веерными граблями, которые, как правило, есть у каждого садовода. Ни в коем случае не пренебрегайте прочесыванием. При этом у вас есть возможность убрать отмершие травинки, остатки скошенной травы, опавшие листья, мусор, если таковой окажется на газоне. Вычесывайте под разными углами, чтобы под зиму ваша лужайка ушла чистой и ухоженной. Однако не переусердствуйте, постарайтесь не повредить граблями корни. Эта процедура позволит ускорить в следующем году развитие новых ростков, благодаря чему ваша лужайка будет более плотной. Все, что вы соберете, листья, сухие травинки, отправляем в компост. Еще два небольших мероприятия, которым осенью нужно обязательно уделить особое внимание. Это аэрация и подкормка газона. Благодаря этим простым приемам вы обеспечите вентиляцию травяного покрова, а также насытите его необходимыми для нормального развития питательными веществами и микроэлементами. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске. Продолжение следует...